В общем, я в Риге, первый день за неделю, солнце светит, я подумала, ну как бы, я понимаю, что Рождество и не факт, что все открыто, не факт, что много людей в городе, но я не могла уже остаться дома, я уже не могу, я просто кафе-дом, кафе-дом. Конечно, все это очень мило, прекрасно и вкусно, и тепло, но, блин, я же по Риге скучала, а не по кафе и домам, ну, относительно, ну, по Риге. Ну, сегодня, думаю, поснимаю, а что? И сделаю вложек, хо-хо, если кому-то это интересно, конечно же. Ну, в общем, вот так. Сейчас в парк еду, в Кронвелл-де-Паркс. Вот такой вот у нас парк. Не буду громко горлазить, потому что люди не привыкли. А это Пушкин. Вот так вот. Как будто осень. Серьезно, здесь снег. Я не знаю, те, кто были в Питере, это вам напоминает немножко Питер? Или те, кто живут в Питере? Потому что мне, я не знаю, мне напоминает. Я была там один раз. Да, относительно воды, то у нас такой вот канал идет, вытекает, не знаю, искусственно или естественным путем из реки Даугавы. И летом можно брать небольшую какую-то лодку на небольшую экскурсию и вот так вот плавать через все парки. Ну, не все парки, но через два или три парка в Риге. И я такой вот, ну, такой вот, знаете. Никогда сама не пробовала, потому что мне не казалось это особо интересно. Но променады доля этого маленького канала, они очень ничего такие. Вот, кстати, сбоку от канала находится национальный театр латышеский. И там уже будет вход в старый город. Сейчас, подойдем с другой стороны. Елочки на бок кончика. Низкопольный трамвай, который циркулирует только по двум линиям. А, и вот, моя самая любимая. Это, собственно говоря, и вход, и выход, и вход, и выход. И вот эти ребята в шапочках. Вообще, я не могу. Ради них, на самом деле, пошла кругом. Как-то я уже в старом городе. В церкви святого якобы. Не знаю, вот Рождество, это прям Рига. Лично для меня. Это главная Рождественская ярмарка в Риге. Рождество. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, руки уже мерзнут Уже замерзли точнее И я поняла, что веду себя как турист Хотя при этом я знаю все о каждом доме Каждую историю Вообще, блин, это глупо Иду, короче, пить кофе В том месте, где я раньше работала Субтитры сделал DimaTorzok В общем, в итоге что-то я пока сидела, потемнела на улице Потом я пошла гулять по магазину, смотреть что-то, но в общем, что-то я потеряла свою бдительность и перестала все снимать Сейчас жду папу, поэтому, наверное, этот блог будет на несколько дней Вот, ладненько, жду, он приехал Уже второй день, и я уже почти готова к выходу Поэтому я... Почему почти? Потому что я только что закончила краситься Да, это мое любимое место, чтобы краситься Потому что у меня очень темная квартира И, боюсь, что подоконник в моей комнате Это самое натуральное освещение, которое можно здесь найти Ой, это я, да У меня новый телефон Вот поэтому я и тыщу Поэтому я и снимаю блог, чтобы понять, как он снимает Да, и вот такой вот у меня Водушевляющий вид Немножечко советского Немножечко чего-то Под конец 19 века Там видно, там еще 20 В общем, все эпохи у меня перемешаны тут И я вот вдохновляюсь Но нет, я не вдохновляюсь В такой погоде просто невозможно вдохновиться И я вам скажу на самом деле Что почти солнечно Потому что вон там есть такая полоса И, скажем так, это не самый темный день, который здесь бывает Что касательно косметики, не знаю Я могу только... Ой, занавеска Да, там грязно, не смотрите Что касательно косметики Я не бьюти-блогера, я ничего вам не расскажу Но скажу только одно Вот это, это просто провал Это такой отстой Так что это самое Отстой, фу Скоро мы поедем на каток Я жду, пока за мной заедут Я не знаю, минут через 10-15 Должны за мной заехать И вот Будет весело За мной заедут на Бимиви Это еще одна большая Скажем так Еще одна приятная причина Быть в Риге Я очень часто катаюсь на машине И очень редко на общественном транспорте Или если я беру такси Оно недорогое Вот Очень ненужная информация Вообще На самом деле Вчера я поняла Одну большую разницу Между Центральной Европой И Латвией Вчера было Рождество Я шла в город И думала, что все будет закрыто Но я думала Ну ладно Там, наверное Рождественский рынок Как-никак будет открыт Поэтому Ну и в принципе Я погуляю Будет здорово Прихожу Просто людей дофига Все работает Не работают Ну там маленькие кафе Какие-то Ну частные лица Которые держат Но кофеин Это местный Старбакс работает Все рестораны работают Торговый центр работает И я Да Воскресенье Рождество А все работают Дим-дим Мои конечки Которые служили мне Долго Да, кстати Интересный факт Или скучный факт Я занималась Фигурным катанием И на этих коньках Я и прыгала И крутилась И падала И бросила заниматься Фигурным катанием Когда я упала И на этих же коньках Делала каскад Из Из Флипа и Ритгервера И упала И разбила себе копчик Вот такая вот история Поэтому не знаю Буду я с ними выпендриваться Или нет Потому что я уже Не очень хорошо катаюсь Но посмотрим Это Это Утур звезда Это я Баби Драй Баби Драй А, это Ты Витя Да Витя 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 Начала снимать Витя Кажется Нельзя Изменить Баби Драй Баби Драй Баби Драй Баби Драй Баби Драй Я иду Я иду С этим компьютером Баби Драй Ну мне кажется Ну мне кажется Пару седых волос У меня прибавилось Вот такая вот история Мне пора собираться Выходить Баби Драй Еще мы такие с тобой С тобой по культуре считаю но гриб за 12 евро это конечно из искуда на 12 евро 30 центов ну то есть такое потому что попыталась стоит так я очень боюсь что у вас может создаться впечатление что я люблю оранжевый цвет а я его не люблю я его даже больше скажу я его очень скорее бы ненавижу но не я решала какого цвета будет эта стена и не я покупала это и не я покупала это просто такое глупое совпадение но меня это уже не сильно волнует потому что я тут не живу большую часть времени в году в общем для тех кто не знает кто не узнал эти места которые проглядывались в этом блоге я была на латвийском национальном музее искусств потом я сходила на ярмарку макс лас академия ну то есть это здание по соседству это академия искусств на ярмарку ну и так вот я очень сильно переживала что будет нечем заняться потому что друзья все работают так получилось что та не приехала из сталина и две латышки которые уже не живут в латвии решили сходить просветиться и я реально зануда потому что поскольку я сама изучала и до сих пор изучаю искусство я хожу и так типа ну вообще-то это плагиат вообще-то это латвийское искусство ночью на плагиат тянет парижская школа это вообще зал парижской школы это ну ничего такого то есть можно подчеркнуть идею и ее использовать а получается ребята просто с плагиателем по черному матис пикассо брука не кафман может кафманов звали рот луфа рот луф я просижу ну парижская школа тоже не значит школу взять и перерисовать просто поменять они даже цвета не меняли палитру я такая что за фигня в любом случае внутри очень клёво и я очень рада что отреставрировали это здание она очень красивая там несколько залов они просто потрясающе я в общем показал не буду тут уже дальше трындеть да он такой вот мой пробный влог пусть будет посмотрим как будет дальше я надеюсь что запишу еще видео до нового года если мне будет не лень потому что мне что-то так лень но это наверное за того что у нас короткий день ну я понимаю везде сейчас короткий день не считаю австралии но как бы северные широты это вообще это отдельная история поэтому так постараюсь найти все мотивации но я пытаюсь себя конечно за уши вытягивать что-то делать в общем надеюсь что еще встретимся видео спасибо за просмотр и всего хорошего безу-бизу я как бы закончила уже снимать но это короче расческу такая чуть-чуть ничего не работает что такое это же расческа и вика вот мышка надо и устала так сильно и ведь это за все alumni и 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 Продолжение следует...